Красивый и вкусный домашний пирог из дрожжевого теста с начинкой. Сегодня это шоколадная паста и мак, для украшения, грецкие орешки. Смотрите рецепт. Делаюсь рецептом, как приготовить дрожжевой пирог с шоколадной пастой, маком и орехами. Маковую начинку можно купить готовую или приготовить самостоятельно. Я варю мак в воде, потом отсыживаю хорошо и перекручиваю на кофемолке или мясорубке. То же самое касается и шоколадной пасты, она есть в продаже. А я часто варю ее сама дома. На сайте много вариантов домашней нутелы, берите любой. Сделайте мягкое тесто, сформуйте красивый пирог, испеките и радуйте близких. Удачи. 1. Подготовьте продукты. Маковую начинку я приготовила заранее, промыла мак, залила холодной водой и варила 20 минут. Затем откинула на ткань, чтобы стекла лишняя вода, перебилась с сахаром, можно перекрутить через мясорубку. Количество теста на два пирога, а начинки расчет на один. 2. В теплом молоке растворите дрожжи свежие, соль, сахар. Перемешайте. Добавьте топленное сливочное масло, яйцо, ванилин, муку, замесите мягкое пластичное тесто. Накройте салфеточкой и уберите в тепло на часик для подъема. 3. Тесто готово. 4. Разделите тесто на четвертого части. Форму смажьте растительным маслом. Одну часть теста раскатайте по размеру формы. По центру поставьте пиалочку. 5. Распределите начинку маковую вокруг пиалочки. 6. Уберите пиалочку, а в центр положите шоколадную пасту. 7. Вторую часть теста раскатайте, осторожно накройте начинку. Поставьте на место пиалочку, от нее разрежьте тесто с начинкой маковой на сегменты, их количество на ваше усмотрение, но чем их больше, тем красивее выпечка. 8. Осторожно переверните каждый кусочек теста в одном направлении. 9. Уберите пиалочку, смажьте пирог желтком. В центр положите орешки рубленные. Поставьте в теплое место на 15-20 минут. 10. Выпекайте пирог при 180 градусах 25-35 минут. Следите. 11. Остудите пирог. 12. Остудите пирог в форме. Потом осторожно переложите на блюдо и порежьте. Приятного.